Как ваше самочувствие? Хорошо. Беспокоит что-нибудь? Нет, сейчас хорошо. Руки перед собой вытягивайте, глаза закройте. Указательным пальцем по очереди, правым, левым, кончику пальцев, кончик носа. Сейчас на ноги встаньте, на носочки вставайте, на пятки. Сегодня Сергей Маслич уже собирает вещи, чтобы выписаться из травмцентра и поехать домой, в Башкирию. Дел, говорит, по хозяйству накопилось много. Задержался на этот раз на вахте в Сургуте. О том, что мужчине две недели назад провели редкую и сложную операцию, напоминает лишь шрам на голове. То, что что-то не так, заметили коллеги Сергея. Они поняли, что внезапное нарушение речи может быть симптомом серьезного заболевания. Мужчину оперативно повезли в больницу. В пути пропала чувствительность в левых руке и ноге. Это страшно, когда отнимается одна сторона, и ты не можешь ничего не поделать ни с ней. Ни идти не можешь, ни зацепиться ни за что рукой не можешь. А сейчас, дай бог, все работает хорошо. Врачи в травматологической больнице поставили Сергею диагноз – ишемический инсульт. Причиной его стала закупорка начальных отделов правой среднемозговой артерии. Чтобы вы понимали важность этого сосуда, поясним. Он питает примерно две трети всего мозга. Сергея немедленно доставили в рентгеноперационную. Там специалисты провели высокотехнологичную и достаточно сложную процедуру – тромбоэкстракцию. То есть катетером в районе бедра зашли в артерию, поднялись до мозга, убрали тромб. И тут возникло злополучное «но». Сосуд схлапывался. Стоило врачам убрать катетер. Коскулярная методика не срабатывала. Мы не могли справиться. И поэтому подключили более мощную артерию. Это нейрохирург. Нейрохирург Дмитрий Марченко убрал часть кости черепа размером около двух сантиметров и начал накладывать анастомоз между сосудами кожи головы и мозга. Только так можно было напитать кровью часть полушария, куда она не поступала. Под микроскопом нитью тоньше волоса в два раза он семь часов на глубине в 5-6 сантиметров сшивал сосуды, диаметр которых всего полтора миллиметра. Зона некроза была небольшая, а зона, где сниженный кровоток, то есть мозг еще живой, но ему не хватает крови, она была обширна. И как раз, сделав такую операцию, восстановив кровоток, мы восстановили кровоток и питание у нас было восстановлено. Симптоматика регрессировала почти полностью. Всего подобных операций в травматологической больнице сделали около 70. Однако обычно такие пациенты поступают в клинику спустя три недели, а порой и больше после того, как случился инсульт. В первые часы за 8 лет работы по этой методике, когда формируется сообщение между сосудами кожи головы и мозга, было прооперировано всего шестеро пациентов. Сергей Маслич стал как раз шестым. Теперь ему необходимо пройти реабилитацию. Несмотря на то, что функции ноги и руки восстановились, кисти пока еще остается слабость. После мужчина может смело возвращаться на работу. Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.